Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Добрый зимний вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии. По традиции в это время очаровательная Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, ох, как же мы рады вас приветствовать и невероятно счастливы сказать о том, что сегодняшний концертный зал имени Султана Урагана. Добро пожаловать, Султан Хажирока и команда. Привет, Султан. Спасибо большое, приветствую всю страну. Итак, давай. Спасибо большое, что пригласили. Нам приятно смотрим эту передачу и нам хотелось быть здесь. И мы здесь, это случилось, поэтому мы аплодируем. А как же нам хотелось видеть вас здесь с тех самых пор, как в нашем эфире появился потрясающий клеп и песня «Понаехали». Что вы сотворили? Вы такое состояние создали, выучили сразу все песню эту наизусть, а потом вы всех добили валенками в декабре прошлого года. Саша, а до этого я все-таки на дискотеку. Да, да, конечно. На дискотеку, понимаешь? Это же уже классика об этом мы даже... До этого и во время этого была дискотека. Мы все ехали и не доедем. Мне кажется, доехали. Султан, кто пришел с тобой? Представь, пожалуйста. Мы коллектив, группа «Ураган», людей, с которыми мы работаем, с которыми гастролируем. Сережа, Анечка. Ребят, замечательно. Добрый вечер. Замечательно. Анечка, прекрасно. Друзья, кто слушает, мужчины, срочно приложение, телеки, вы должны это видеть непременно. Девочки, конечно, должны видеть Сережу, Султана, потому что, ну правда, красавцы, просто красавцы. Мне повезло. Даже без сомнений. В команде, как говорят историки, Султана Урагана 20 лет. Мы сегодня с ними связывались, и они нам сообщили, да. 20 лет? Скажи, пожалуйста. Столько? Ну, в принципе, все же с пеленок поют. Да вот какая-то мы об этом тоже хотели сказать. Пейте, пейте. Дорогие силы. Вот так все выросло, да. Ну, с чего начиналось-то? Султан, расскажи, с чего начиналось. Ну, вообще, в принципе, каждый творческий человек, я уверен, нету, их мало людей, которые, ну, там, в 20 лет проснулись так, о, а я хочу петь. Ну, в принципе, есть. Я уверен, я знаю таких, но в основном это люди, они стремились, проявляя свое точное действие, как я в школе, там. Ну, в принципе, я начал танцевать. Это было в Нальчике, да? Я танцевал, танцевал, создал свой коллектив, в принципе, название Султана Урагана туда и осталось. Султан, группа Ураган, у меня была сначала группа Ураган одна, я танцевал, я покорил проект. Подожди, то есть это был танцевальный проект? Танцевальный проект, был танцевальный проект, но я понял, что, в принципе, чтобы делать какое-то шоу мощное, да, вот как мы сейчас пытаемся, на это для этого петь. Опачка, хорошо. Потом, ладно, ну... А кто же будет петь? Да я и буду петь. А кто же будет петь? Я и буду петь. Плохо, но петь-то некому. И вот так я сам себя продвигал. Ну, не просто петь, ты же сразу стал и писать песни сам. Ну, потому что вот, а кто мне напишет? А буду писать сам опять. Анечка не может, Серёжа не хочет. Ну, я думаю, кто мне напишет? Я сел, начал писать сам, и на удивление моё большое эти песни мне нравятся. Он написал и прослезился, наверное, так, мне кажется, будет, да? Нет, я всегда отношусь, скажем так, правильно слово забыл, не совесть, а критически, да, к своему творчеству. Оно мне всегда не нравится, мне продюсор веряет, да всё нормально, Султанчик, не переживай, да всё, больше не надо с этой песней что делать. Нет, она не звучит так, это надо другие слова. А что для тебя является вот образцом, может быть, того, где звучит? На какой музыке ты сам рос? Хип-хоп, хип-хоп. Айрнб, хип-хоп, да, я люблю эти направления. Айрнб, хип-хоп, сол, джаз. В принципе, сейчас я поглощаю всё. Я, скажем так, в питании, в таком человеческом обычном питании себя ограничил, да, вот, а в музыкальном питании себя открыл все ворота. То есть вся музыка, когда она должна в меня входить, главное, чтобы каждый день я слушал что-то новое, то, чего я не слышал вчера. У меня вот такие, какие-то фетиши какие-то. А в питании человеческом, ты говоришь, себя ограничила, это связано с сохранением формы? Ну, условно, там хлеб не ешь, там, а что-то, что-то, мяса ему мало ешь, там. Да нет, просто как-то уже приходишь к этому, наверное, вот, человек, вот, такая прямая связь для меня, вот, каждый человек, который духовно к чему-то растёт, он начинает себя почему-то в питании тоже. Всё очень связано, говорят, та самая пища, которую мы видим, о нас, говорит, очень много. И ты уже не хочешь себя поглощать какие-то продукты, которые не стыдно, они тебе немножко уже вредят. Поэтому, может, из-за этого, я не знаю, девчонки, как там? Друзья, скажи, что ты ешь, я скажу, кто ты. У меня такая философия в жизни. Вот с такой высокой нотке, друзья, мы начали сегодняшнюю программу, концертный зал. Ну, а теперь, конечно, попросим группу Султана Роган скорее что-то исполнить. Сразу я думал, если меня помнится, меня же только-только запустили. Ну, мы поём, как я понимаю, песенку «Понаехали». Вообще, чтобы, ну, понимал зритель и слушатель, и эта песня... С чего всё начиналось, да? Нет, там смысл немножко, наверное, более глубокий, потому что автор всегда вносит один смысл, а люди всегда берут своё, но тем не менее основной, основной месседж, как кажется, типа «Понаехали», да, вот «Гастарбайтеры» или кто, не знаю, там, или, в принципе, песня о том, что «Все мы понаехали». Мы из маленьких деревень, из небольших городов едем в большие места скопления людей, где можем себя реализовать. Это не только Москва, это касается всего мира. Наш российский человек, он сейчас по всему миру рассыпан, и это не так плохо. Ну, это правда, наш российский человек. Мы зря там, ну, скажем так, бьют на батмот, ребята уезжают, это замечательно, пускай себя находят, вот песня про это, потому что мы понаехали себя найти. Прекрасно. Итак, друзья, Султан Кураган. Молодец. Вот мы и приехали, а кто-то скажет, опять «Понаехали». «Понаехали», 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 «Понаехали». Вот-вот, вот мы и приехали, а кто-то скажет опять «Понаехали». Так, гуляй, душа, все прокутим до последнего гроша. Так, гуляй, ты моя душа, все прокутим до последнего гроша. Вот мы и приехали. Вот мы и приехали. Мы понаехали тут отовсюду, кто с Подмосковья тут, а кто с Ултан. Мы понаехали сюда ведь ненадолго, кто с Урала, а кто с низу в Еголге. А море древное рядышком кипит, бурлит, интеллигенция на отдыхе хлопит дымит. Так отрываться, как мы, никто не сможет, но не протянет, так никто из дюжет. Гуа-гуа или насейшин, в Ниццу, в Турцию, в Греции, зашин-шин. Старожилы на лежаках греют почки, а их карточки опустошают жены и дочки. От Кипра и до Сочи, самые яркие, самые шарные ночи. Ну какой там Фукет, Доминикана, я понапиду сытый пьяный. Вот мы и приехали, а кто-то скажет, опять понаехали. Панаяхали, 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 панаяхали. Вот, вот, вот мы и приехали, а кто-то скажет, опять понаехали. Так гуляй, душа, все прокутим до последнего гроша. Так гуляй, ты моя душа, все прокутим до последнего гроша. Там гуляй, на-на-на-на-на-на-на-на, вот мы и приехали. Страна и Панаяхали, вот мы и приехали. Остановиться, бы сейчас остановиться, но это не в моей натуре, в моей сущности. Когда я вижу ваши руки, ваши лица, вся моя жизнь, движение по окружности. На самолетах, на авто и на паромах, куда угодно, где угодно, только не дома. Только не летом, только не это Ведь этим летом нас колбасим и планет Вот-вот, вот мы и приехали Кто-то скажет, опять понаехали Вот-вот, вот мы и приехали Кто-то скажет, опять понаехали Понаехали, поехали, поехали Вот-вот, вот мы и приехали Кто-то скажет, опять понаехали Так гуляй душа Все проходим до последнего кроша Да, гуляй, ты моя душа Все проходим до последнего кроша На-на-на-на-на-на-на-на Вот мы и приехали Вот мы и приехали Они приехали И мы рады Султан Ураган Действительно ураган Александра В микрофон говори, не слышно тебя Один у нас свитч точно есть Как минимум, да? Как минимум, да Он с вами путешествует Он говорит, что его прадед вообще стену воздвигал Дорогой Султан, ну давай мы расскажем Что это не просто клип и песня «Понаехали» Там же очень серьезный масштабный проект Под названием художественный фильм Сериал «Понаехали» «Понаехали» — это второй полнометражный Мой художественный фильм Первый был «Трагикомедии» Это был, назывался фильм «По небу босиком» Он достаточно удачный для меня Для нашей команды Это 2015 год Да, прошел в прокате общероссийском «Понаехали» — более масштабный проект В нем уже задействованы российские звезды Это, кто? Давайте вспомним фильм «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев Да, вот Уникальный актер комедийного жанра Комедийного уровня Елена Бирюкова «Саша плюс Маша» Ну, любимый актер в нашей стране, да Многими И Светлана Егорова Молодая, талантливая актриса Кино сейчас она достаточно востребована Снимается много И Артем Башенин — это мальчик, который снимается везде Сейчас он снимается больше, чем в судьбе В звездах, конечно, да Ну, дети вообще Не так много актеров детей, да Вот была сложность найти Я счастлив, что мы нашли Артема Это вот эта четверочка Она уникальна Это настолько смешной фильм Мы сейчас его дорабатываем Когда? Когда уже он будет готов? Надеюсь, что весной 2018-го мы уже выйдем в большой прокат И должны были зимой понаехать Мы понаедем Я очень хочу, чтобы мы рассказали, какое отношение имеешь ты к этому фильму Ты же не просто автор и исполнитель саундтрека к кинофильму Я сопродюсер, я режиссер На секундочку Вот так Композитор Я режиссер, да Ну, сейчас над музыкой работаем Там будет коллектив работать, на самом деле Например, условно Симфонические вещи, да Симфонический оркестр музыки Симфонического уровня Будет писатель Мурат Кабардуков Это Санкт-Петербург Человек, который, в принципе, по ней босиком работал тоже В современной музыке я буду использована какая-то Такой хороший пласт музыки 70-х годов Там она по духу подходит Поэтому пока еще композиторов будет человека три Так, если мы попробуем вернуться к началу программы К нашему разговору Что у нас получается? Сначала Султан организовал коллектив И он танцевал и ставил танцы Поэтому думал, надо же петь А кто будет петь, будет петь песня А надо писать песню Кто это будет, буду я Но так, надо снимать теперь фильмы Кто будет снимать кино, конечно Никита Михалков занят Буду снимать я Будем снимать кино Мы пошли другим путем Ты решил захватить вообще все жанры? Талантливый человек, талантливый Спасибо, родная Ну, я не считал Глазаученная фраза, 100% В этом плане У нас как получилось? Есть продюсерская команда Мои друзья, они решили Давай, Султанчик, у тебя получится Давай продюсировать кино Хорошо, давайте Ну, потому что, в принципе Направление очень перспективное В общем, они решили снять кино Они решили, мы решили снять кино Потом я узнал, что они будут Вкладывать финансовые средства Только в случае, если я буду режиссировать Вот такие условия были поставлены И меня загнали в какой-то тупик Я не собирался Ну, люди верили, и у нас получилось Надеюсь, получится дальше Ну, наверное, это какое-то и самолюбие И тщеславие Меня все-таки побудило Пойти на эту авантюру Да, вот слово Это просто слово совести все время забываю Слово авантюра Вот, а эта авантюра большая Ну, посмотрим Это большая ответственность Тем более, когда такие известные актеры Хотя здесь, в общем, есть и свой такой плюсик Что это уже заранее обеспечивает Некую такую любовь, зрительскую внимание Плохой режиссеру можно испортить Или Леонардо Декабри Согласна, да Ну, ты как-то учился Ты спрашивал совета Был какой-то у тебя консультант Старший товарищ Ну, это же сложная профессия Это очень сложно Ну, в принципе Конечно, это советы Это потом книги, книги, книги По кинодраматургии По работе на площадке Что самое сложное для тебя было в работе режиссера? Самое сложное было Малое финансирование И ты должен ужиматься С большими деньгами все могут Большими деньгами все могут Но и рамки Скажем так, ты должен за 20 дней С полным метражом Снять полностью кино И снять там локацию тоже 20 Считается невозможным Ну, как-то надо было выходить Самое сложное было, конечно Вот в этой динамике Не разругаться со всеми Вернее, потому что Все были уже на крайности И даже актеры Они уже не сдержались С последних сил Ну, мы сняли уже Ты проявил дипломатичность Я не проявил, а не проявили Мы сейчас Конечно, заинтересованы, заинтригованы Сделаем небольшую паузу После которой вернемся Оставайтесь в компании Страны ФМ Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Друзья, трио Султан Ураган Продолжает раскачивать эфир Страны ФМ Итак, у нас следующий Музыкальный номер Что это будет, Султан? Это песня Валеньки Ну, мы Я, как всегда Мы за импортозамещение Хватит носить уги Одевайте валеньки Валеньки победят Ну, это шикарная песня Весь декабрь, думаю, вся страна танцевала И новогодние праздники не обошлось Я надену валеньки И потопаю клюбима Я надену валеньки И пойду, пойду красиво А я надену валеньки И потопаю клюбима А я надену валеньки Без нее родимы Все невыносимо А вокруг я снегом завалила Здесь не помогут вилы Только мне, как дайти бы кмила Снегу навалила Замело все тропы и дороги Замело на юге и на востоке А вокруг снег такой глубокий Но я кмиленькой все равно пойду Какие уги, какие уги, какие кеды Я надену валеньки А я надену валеньки И потопаю клюбима Я надену валеньки И пойду, пойду красиво А я надену валеньки И потопаю клюбима Я надену валеньки Без нее родимы Все невыносимо Кто-то там шепотом Сказал что-то, мол, лепнул я не модный А мне-то фень Эти всклипы Я ломаю, я ломаю все стереотипы А лепо-лепо бедные замелзы У моей миленькой, наверное, слезы Мне не страшны ни холод, ни мороз Что меня так греют Угадай, угадай Какие уги, ну какие уги Я надену, я надену, я надену, я надену Какие ноги, ну какие кем Я надену, я надену, я надену Валеньки Я надену валеньки И потопаю клюбима Я надену валеньки И пойду, пойду красиво А я надену валеньки И потом поюк любима Я надену валеньки Без нее родимы Все невыносимо У-а-па! У-а-па! В 허리�ayı вся не обрадует У-а-па! ВОЛЕНЬКИ Я надену валенки и подтупаю клюбимой Я надену валенки и пойду-пойду красивой Я надену валенький, и потом пою клюбима Я надену валенький, без нерадивый, все невыносимо Браво! Друзья, ну наконец-то, наконец-то теперь у жителей Москвы и гостей столицы Тоже появилась возможность не просто петь эту песню, а петь в валенках именно И надеть эти самые валенки Мне кажется, что это песня того же человека, который ехал на дискотеку Вы знаете, даже Владимир Владимирович, вот, крещенский мороз, купался, вот, ушел купаться в валенках Ох, вы видели, у тебя в инстаграм есть потрясающий ролик, да? Вот как наша песня действует даже на руководство страны, да? Это потрясающе Много летели Классная песня, мне вот, Ром, извини, пожалуйста, просто хочется еще немножко про эту песню Как она родилась, мне просто интересно Молодой, современный парень, и вдруг тут решил и подумал Сочиню-ка я, маленький Самое удивительно, эта песня, мы ее презентовали буквально зимой, а написал я ее года три назад Но она была недоработана, была недоведена Мой самокритик, она не давала мне ее выпускать, скажем так, наружу Но в этом году у меня появился замечательный продюсер, замечательная компания, артист Баклавия Тимура Хацайова, который ведет нас вперед У нас достаточно хорошие успехи И мы завершили эту песню, ее презентовали И, в принципе, она родилась достаточно давно Но было желание петь то, о чем артист, ну не артист, а музыкант Он что увидит, то эти образы он воплощает в продукт Да, вот продукт этой песни Не знаю, захотелось про Валенький, спел про Валенький Может про кирпич, который падает на голову Не надо А давайте не к чему Ой, господи, да какие годы? Мысли кирпича, летящего вниз Почему нет? Ну вот интересно же, мне кажется, да? О чем он думает? Я надену воленки, он и думает, и пойду к своей любимой О чем ты думаешь, кирпич? Судя по скорости, в общем, наверное, не короткая песня будет, понимаешь? Да Ускорение свободного падения 10 метров в секунду Сейчас вообще современные технологии позволяют замедлить Почти 2 секунды в секунду Слава кирпич Султан, дорогой, сколько на сегодняшний день уже альбомов выпущено у группы? По-моему, их уже больше пяти Больше пяти, да Ну, сейчас мы готовим шестой альбом Ну, вот он будет на самом деле такой разрывной Это... Что значит разрывной? Да, у меня было много лирики Экспериментальной А тут... А тут все динамики, все драйвы, даже лирики Она достаточно То есть многие артисты завершат карьеру после того, как быть твой альбом? Почему? Пускай работают, нет Мы рады, тогда с кем мы будем выступать? На больших сценах? Нет Ну, да вы же не сможете разорваться в все уголки России Но будет достаточно просто динамичным Он будет такой в духе вот этих песен, которые мы сегодня поем Сегодня, я же говорю, мы презентуем песни Которые мы еще не пели Шикарно Мы еще не пели людям И будем экспериментировать на вас Ну, да, да Дорогой зритель Мы там прямо сейчас Давайте экспериментировать Итак, внимание, эксперимент Мы экспериментируем Как называется песня? Объявляй Богом и мама О, вы знаете, да Замечательно Песня называется После Нового года проснулся Будет человека И о чем он думает? О чем он думает? Поехали Не буди меня, мама Угу 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 Богом и мама Богом и мама Угу Угу Погоди, погоди, мама Не буди, не буди, мама Да и сегодня еще Покрути пигуди Мне приснилась она опять Ее рыжих волос На горячем песке Она танцует джангану Как бы поменять березы и хвой На кипаре селой Не буди Не буди Не буди меня, мама Не буди меня, мама Не буди меня, мама Не сняться Богомы Не буди Не буди Не буди меня, мама Не буди меня, мама Не сняться Богомы Богомы Богомы, мама Богомы, мама Богомы, мама Не сняться Богомы Эй Богомы Богомы, мама Богомы, мама Не сняться в Амбле. Погоди, погоди, мама, не буди, не буди, мама. Я сегодня не выполз из своего эквама. Как с обложкой рекламы, меня манят упрямо. Хоть сейчас, хоть в пижаме, мне подальше отсюда сбежать. Сбежать куда? Сбежать на Багамы. Не буди, не буди меня, мама. Не буди меня, мама, не сняться в Амбле. Не буди, не буди меня, мама. Не буди меня, мама, не сняться в Амбле. Багамы, Багамы, мама, Багамы, мама, мне сняться в Амбле. Багамы, Багамы, мама, Багамы, мама, мне сняться в Амбле. Не буди, не буди, не буди меня мама, не буди меня мама, не сплакай с мамой. Не буди, не буди меня мама, не буди меня мама, не сплакай с мамой. Не буди, не буди меня, не буди меня мама, не сплакай с мамой. Багамы, Багамы мама, не сплакай с мамой. Багамы, Багамы мама, не сплакай с мамой. Браво! Супер! Понятно, где будет сниматься видео на эту песню, я думаю, что продюсеры об этом знают, да? Видео будет сниматься на квартиру моего продюсера, потому что я там ее и придумал. А квартира у него на Багамах как раз. Нет, ну здесь в Москве. Ему надо купить квартиру на Багамах. Друзья, на несколько секунд прерываемся, очень скоро вернемся в студию. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Султан Ураган в концертном зале. Мы слушаем зажигательные песни, новые песни. Мы устраиваем здесь даже премьеру песен. В студию проходят какие-то важные переговоры, что-то здесь решается, наверное, по... Анечка, давай тогда с тобой пока пообщаемся. Солнышко, скажи, пожалуйста, как давно ты подвержена этому урагану? Я бы сказала смерч, даже. Ураган — это мало сказано. Слушай, я себя слушаю громко, где миг скоро по громче существует. Я напомню Казардинка. Чистокранный Казардинец. Вы познакомились уже давно? Сколько лет вы вместе? Все двадцать? Сколько группы существует? Ему громче минус. Мы знакомы года четыре. Можно музыканту громче минус? Да, ребята, надеюсь, нас все слышат, поэтому сейчас все наладят. Не переживайте. Итак, Анечка, четыре года. Да, четыре года мы знакомы. Мы соприкоснулись с почествами. Темочка, потом антиконтроль, да, у нас? Наверное. Вы говорите, вы не мешаете. Я не знаю даже. Месяца пять, наверное, так. Скажи, пожалуйста, кто кого нашел? Султан нашел тебя? Или ты пришла и попросила и сказала, я очень хочу быть в коллективе. Султан Ураган, возьмите, пожалуйста. Скорее всего, он бы не... Да, мой эфир, дорогие друзья, мой эфир. А, да? Скорее всего, он бы и не предложил, если бы я внутри и не хотела этого. Потому что он человек интуитный. Ах, вот как все. То есть ты посылал ее? Скорее всего, такие. Вообще, я как нормальный человек, я смотрю сначала на талант, а потом на красоту. А пока ты сам? На красоту, да. Конечно, конечно. То есть ты сначала услышал демо-запись какую-то, да, песню? Я вообще не слышал, как она поняла, просто ее увидел, и да, и вот так мы... И увидел талант. Даже если она не умеет петь, я ее научу. Человек проходил с балкона и говорит, ты будешь петь? Вот буду. И так я его сделал звездой. Нет, на самом деле она в талантливой человеке. Спасибо большое. Надеемся, у нас будет хорошая работа. Очень талантливый, красивый, безусловно, 100% украшение коллектива. Берегите Анечку, пожалуйста. Дорогие друзья, вы нас просите. Мы думали, мы не в эфире, мы настраивались. Ну это все нормально, у нас живой концерт, живой момент. Живой эфир, да. Потому что все хорошо, конечно. Султанчик, расскажи, пожалуйста, о том, как ты был чиновником в Кабардино-Балкарии. Это же ты был министром... А, кстати, это уже история в прошлом, да? Да. Даже такое было. Был министром по делам молодежи, да? А что нельзя совмещать? Ну, министерская должность, она требует полной концентрации. Она требует от решения каких-то своих мирских проблем, ты должен собрать. Но я такой человек, я такой в кино, я такой в музыке, я такой в других делах, в отношениях, такой же в дружбе. Нельзя что-то делать на поле. Тем более, когда ты управленец уровня, что руководишь органом государственной власти, это министерство, там ты не можешь. К сожалению, я хотел бы совмещать, но у меня не получалось это. Я, в принципе, понял, что я там как-то в пустыне, он еще как-то держится, держится и одержался, да. Ну, я просто сразу после министерского кресла написал песню на цикотека, мы сняли клип, потом фильм. Так вот что тебя сподвигло. Работа министерства. Может быть, вот это вот воздержание творческое, да, вот творческий пост. Вот я его выдержал и дал вот такие... А сколько ты управлял министерством? Чуть больше года. Ну, я просто, мои друзья говорят, нам так тебя жалко. Ну, они не говорили мне там глазами, нам тебя так жалко было, ты как будто другой человек стал. Ты совершенно, я не осунулся, да, в этом кресле. Все потухли. Да, конечно, но для кого-то министерское кресло, это для кого-то там полет, да, а для меня это было катором. А как тебя туда занесло-то в чиновники, вот как же так случилось? Ну, тогда, в принципе, я сам достаточно активный человек, и глава республики предложил, они... Твою бы энергию, сказал глава султан, да в нужное русло. Да, твою энергию как бы правильно русло. В принципе, у нас такой год был такой насыщенный, просто такой насыщенный. Да я представляю, что, конечно... Угомонный, да. И поэтому, ну, я хочу так сказать, конечно, лучше заниматься чем-то. Я сейчас счастливый человек, я просыпаюсь с удовольствием, зная, что сейчас полечу куда-то. И буду петь для людей, которые любят тебя. Мало того, они еще готовы за это платить, да, условно. И ты возвращаешься, и ты не хочешь домой, ты хочешь пойти на студию и написать что-то новое, чтобы завтра спеть это, да, подарить людям. Вот это счастье. Это уникальная вещь. Артисты, они... Чем они выгодны, да? Это твой путь. Всех других профессий, тем, что артисты всегда занимаются любимым делом. Ну, если, конечно, ты любишь оперу, тебя заставляют петь хип-хоп, да, условно. А я понял, что хочу... Твоя любовь к твоему делу, она чувствуется, и зрителей не обманешь. Потому что это действительно, невероятно, заряжает просто... Куда смотреть, покажите. Куда смотреть, покажите. Камеры тебя поймают. Что сейчас у нас будет? Смотри, я тебе покажу камеру одна. Видишь? Огонёчек в углу. Красный. Видишь? Огонёчек, да. Какая следующая песня? Я как говорил, альбом будет динамичным, но даже лирика в нём будет достаточно экспрессивная. В своём наполнении, в своём харизме. Песня «Антиконтроль». То есть заснуть не придётся. Никому не получится. Песня, я не знаю, как она называется. Она или «Антиконтроль», или «Алкотестер», я не знаю. Ну, давайте я спою, а вы скажете. Хорошо. Договорились. Это тоже новая песня, да? Песня «Антиконтроль» Я оставляю все свои панты, когда влетаю в твою атмосферу. Ведь ты для меня антизвели, мой антидоп. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, моя главная роль, моя лучшая песня. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, ты моя фантомная боль, когда мы не вместе. Ты мой антифриз, мой антисептик, я с тобой не замерзну, не заболею. Ты самый сильный в мире анальгетик, мое волшебное приворотное зелье, а в моем сердце новоселье. В ней поселилось твое имя, взломкая и колкая. Я куколу вуду. И дыкали в меня свои иголки. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, моя главная роль, моя лучшая песня. Ты мой антиконтроль, мой антиконтроль, ты моя фантомная боль, когда мы не вместе. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, моя главная роль, моя лучшая песня. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, ты моя фантомная боль, когда мы не вместе. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, моя главная роль, моя лучшая песня. Ты мой антиконтроль, мой алкотестер, ты моя фантомная боль, когда мы не вместе. Теряем контроль. Поздравляем. Группа Султан Ураган, премьера на телерадиоканале «Страна ФМ». Мне кажется, лучшая песня. Песня, которая войдет... Как именно так можно и назвать? Лучшая песня или антиконтроль? Ну, конечно, зачем антиконтроль? Ну, антифриз там тоже, кстати, звучал. Может быть, и антифриз. Антифриз? Ну, что значит? Я за антиконтроль, Саш, ты за лучшую песню. Я за лучшую песню. Посмотрим, как автор назовет. А мы, знаете, когда я что-то теряю, я потерял кошелье. Мне его находят возвращать. Буквально недавно было потерял. А ты на самом деле не терял кошельки, да? Я терял, терял. Я потерял, не понял где. Были гастроли несколько... В один день, в два дня мы... То есть объездили там много регионов, да? И получилось, что я не понял, где, в каком кафе я мог оставить. Нашли. У тебя визитка есть там, да? Там два паспорта лежат. Загранный и российский. Я просто уверена, что даже если Султан не потеряет кошелек, она пишет, друзья, я потерял кошелек, ему десять принесут. Десять наполненных. Конечно. И к тому же, я просто объявлю, а как называется эта песня, люди ее назовут? Да, да. Люди это очень любят, конечно, когда чувствуют свою значимость, что во вдруг действительно... А может сейчас вообще в эфире, дорогие друзья, в комментариях напишите, как называется песня. Да, как назвать эту песню? Антифриз. Антифриз есть, да? А чего нет? Зимние шины. Что еще? Султан, где ты сегодня проживаешь большую часть времени? Москва, Нальчик в основном, да. Ну, сейчас получается, что... Вообще Москва — центр вселенной для всех артистов, да. Да давайте просто назовем центр вселенной. Зачем для артистов, конечно. Центр вселенной. Замечательный город, Москва. Город, в котором хочется жить теперь, да. Не всегда было такое, не всегда было такое замечательное, да. Были какие-то периоды, когда... А сейчас просто чистый, ухоженный, красивый город. Я горжусь столицей своей страны. На самом деле, от всей души никаких... Я тебя поздравляю. Ты же коренной москвич. Ты же не понаехал. А мы рады, мы гордимся. А тем не менее, если мы захотим путешествовать и отправимся в Нальчик, что там посмотреть? Подышать. Так подышать. У нас, в принципе, 90% страны дыши, не дышишься. Настолько у нас большая, обширная страна. То есть мы, артисты, это чувствуем, конечно, больше, чем кто-либо другой. Мы и Владимир Владимирович Путин, потому что он тоже катается, это просто не останавливаясь. То есть по всей стране. Она у нас огромная. Но Компания Балкарии — это у нас высочайшая точка Европы. Эльбрус. Это я сам катаюсь на лыжах, на сноуборде. Это склоны, которые самые такие для профессионалов, люди, которые прям очень хорошо умеют кататься, они катаются на Эльбрусе. У нас начинается, там начинается катание, получается, осенью где-то в середине и заканчивается только летом в середине. Друзья, сижу он в самом разгаре, так что кто еще не спланирует отпуск? Катание почти нигде нету, а на самом верху почти круглогодичное катание. Поэтому у нас есть такое самое глубокое в России по соотношению объема и глубины. Это голубые озера, это уникальные озера. Они еще до конца не исследованы. У нас горячие источники, у нас высококорные места отдыха. Очень много, что мы вообще на северное другое. Что мы должны попробовать непременно в Нальчике? Попробовать болгарские хичины, это обязательно. Все говорят, что такое хичины, когда столько картошки с сыром, заворачивают такое количество теста. Все это расплющивает, как почти можно проглядывать. Очень невероятный вкус. Мясо, которое жарят, конечно, там готовят любого вида мяса. Особенно баранина. Не все ее любят, но там вы ее можете полюбить. Вообще, в принципе, отдыхать в любой точке. Вот буквально мы сейчас были в Алтаре, да, уникально. Ездим каждый раз. И каждый раз куда-то пойти, погулять, что такая тишина, тишина. Ничего нет. У нас такой тишины даже нет в горах, да? А там такая, каждый раз, очень уникальная страна. Надо, наверное, везде ездить, все смотреть. Как приятно общаться с людьми, которые так вот искренне любят страну. Мы же про это еще и поем, я же про это еще и пою. Да, что может быть? Сейчас, что услышим? А что мы поем-то? А что поставят? Давайте так, конкурс. Какие латиноамериканские имена вы знаете? Энрики. Кулио. Кулио. Еще. Антонио. Мария. Уанита. Луиза. Кончита. Педро. Педро. Педро, да. Это популярное имя. Мария Анна. Леон. Поэтому, в принципе, я посвятил этому песню. Она называется... Ну, да. Хулио любит Кончиту, а ты любишь своего бандита. Вот. В принципе, песня называется Бандито. Навеяна. Навеяна мультфильма. Очень опасная песня. Ха-ха. 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 Бандита. Потерял аппетиту. И я очень сердит. Ведь ты моя Клеопата, Семиромита, моя Афродита. Но почему твоя мама тебя не пускает ко мне? Александр добрезан fingers Но Ворхе любит кончиту Люблю своего бандиту Люблю своего бандиту Пдр XORITO Ху-хан любит звонит Люблю своего бандиту Я люблю своего бандита Мы бандитами, мы бандиты Мы бандиты, мы констериду Если что-то не так пойдет Ну все, тебе ши-то, кры-то Мы костер, мы пистолет Бородатые и стильно одеты Рассекаем на кабриолете С нами роскошные леди Но, ну почему твоя мама Тебя не пускает ко мне Алехандро любит баниту Горхе любит кончиту Я люблю своего бандиту Я люблю своего бандиту Педро любит цариту Хуан любит планету Я люблю своего бандиту Я люблю своего бандита А Серега любит Танюху Ольга любит Андрюху А ты люби своего бандюху А ты люби своего бандюху Света любит Петруху Жора любит Надюху А ты люби своего бандюху А ты люби своего бандюху Алехандро любит баниту Горхе любит кончиту Я люблю своего бандиту Я люблю своего бандиту Педро любит цариту Хуан любит планету А ты любит своего бандиту Я люблю своего бандита Алехандро любит баниту А ты любит кончиту А я люблю своего бандиту, а я люблю своего бандиту. Педро любит цариту, Хуан любит Хуариту, а я люблю своего бандиту, а я люблю своего бандиту. Потрясающая песня о любви, друзья. Прекрасно. Султман Ураган в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных. Новые приключения Пармалия, Саша, мне кажется. Примера песни намечалась вообще у нас на весну. Весна, а мы так что... Пара любви, святого, свидания. Если мы виноваты, наша страна, страна, которая ФМ, которую надо смотреть, каналы, которые надо слушать, и их надо любить. Друзья, у телевизора и у радио-прекрасного. Спасибо, Диаграмов, Султан, спасибо, 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 спасибо. Значит, ты скажи нам, пожалуйста, Султан, когда будет новая пластинка в продаже? Вот те песни, которые мы слушаем. Знаете ли, осень, осень, мы все по плану. Осень 18-го года. Материал есть. Основная сложность вообще в написании альбома — это материалы, песни. А у меня какая-то пруха, они идут. Они идут, 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 идут. Их даже слишком много. Сейчас, например, из 30-40 композиций мы сделаем выжимку вот этих 12 песен, которые гармонично валятся в альбом. Не хватает небольшой лирики, которой бы хотелось. Может быть, будет еще пару лирических песен в области антифриза, антисептика. Ну, я думаю, что уже с этим проблем не будет у тебя точно. Не будет альбом осенью. Хорошо. Песен у тебя много и порой так, что ты сам все не успеваешь, наверное, петь. Есть у тебя, насколько я знаю, подопечная девушка, которой ты помогаешь. Расскажи об этом проекте. Ну, я зовут Сана. Это очень талантливая девочка. Она прям юная-юная, но в хорошем направлении мы будем ей заниматься. И я уверен, из-за нее будет толк. И в таких конкурсах серьезно, как и голос. Если мы поедем, если все получится. Во мне, да, много творчества. Мне хочется им делиться. Мне хочется им делиться. И это не первый мой опыт продюсирования. Мы, я думаю, вот опять-таки продолжаем. Самое сложное для артиста это найти свою песню, найти свою низшую. Конечно, ее порой достаточно одну, и потом она тебя будет кормить всю жизнь. Да. Ну, может, да. Но если это песня, я не знаю, там. Да, мы all is for you. Да, условно. Или как едем в институте, куда. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Мы желаем тебе, чтобы все получилось. Да, конечно, присоединяемся к пожеланиям. Я хочу спросить про дружбу с другими артистами, с музыкантами. У тебя в инстаграм все, можно сказать, что не так давно. Ну, подожди, я эта вот улыбка. И практически в обнимку с Вахтангом. Ну, Брэндон Стоун. Хорошие, талантливые ребята. Скажи, можно ли делать предположение, что, возможно, какие-то будут сотрудничества творческие? Ну, почему нет? Мы, в принципе, даже обсуждали такие вещи. Должна прийти песня. Должна прийти песня. Я не буду назвать имя, но вот Бандиту, когда я придумывал, я вдохновлялся одной определенной исполнительницей. А потом оказалось, когда песня была готова, она ей уже не подходила. Она ей уже не подходила. Слушай, это как хорошо. Оставили, оставили давку. И хорошо. Это Ванечка прекрасна в этой песне. Она замечательно. Она кучерява. Кучерява. Бьёнься. Бьёнься. Это Джей-Зи. Мои фантазии. Дорогие наши друзья, давайте вернемся к группе «Султан Ураган». Да, на идее. И сейчас «Султан Ураган» исполняет следующую пик. Мы опять поняли. Ну да! Дорогие друзья, мы вам не надоели. Нет. Тогда мы скоро вам надоедим. Над колхозом солнце встало, всей деревней собрались. Ну что, земляки, давайте что-то решать. Как будем жить, чем будем дышать. Писали в гарпу, айпо, на дороге и газ не придут нам еще в лет сто. Короче, я слыхал, президент, и теперь выдвигай, кого хочешь. Как кого хочешь. Предлагаю Ксюху. А шоу, Ксюха нормальная баба, умеет быстрее под дитя в кайбу тяпить, а шоу. Я обдругую такую, обдорву, нигде б никогда не нашел, а шоу. Это вам не какая-то городская глуха. Это в огонь и воды нас и навал наша Ксюха. Мы президента нашего любим к нему на супу штука. Но если просто представить, что президентом станет Ксюха. Все кайфовали бы, все кайфовали бы, все. Жги, Ксюша, 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 жги. А-а-а, давай-давай. Жги, Ксюша, 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 жги. А-а-а, ты зажигай небо, ты зажигай звезды, Ты зажигай солнце Гори, гори, гори Гори, гори, гори Свери, солнце, жмей А вы доскуде еще ведущий не танцевали? Ни разу? Все, все гепопали бы все Евросоюз и ОБСЕ Мы бы сразу вернулись в пассе Но в едином пути Все гайповали бы все Любили бы нас словом мадам и мусси Закрыли бы допик досье А мы, президента нашего, любим к нему нас уложуха Но, если просто представить, что президентом станет Ксюха Ай, все отрывались бы, все отрывались бы, все Эй, жги, Ксюша, 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 жги Ай, давай, давай, жги Ксюша, 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 жги Ай, ты зажигай небо Ты зажигай звезды Ты зажигай солнце Гори, гори, гори Гори, гори, гори Гори, гори, гори Ты зажигай небо Ты зажигай звезды Ты зажигай солнце Гори, гори, гори Гори, гори, гори Жги, Ксюша, 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 Жги Ай, давай, давай, жги Ксюша, 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 Жги Ай, жги Ксюша, 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 Жги Ай, жги Ксюша, 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 Жги Солтон, скажи, пожалуйста, песня была написана уже после объявления кандидатов в президенты? Конечно, конечно. Эта песня вообще о сельской девушке. Родилась быстро, наверное. Сельской девушке. На колхозом солнце стало все время. Ну, конечно, конечно, бразильскую девушку, да. Ну, врать не буду. Нет, я, конечно, бы вдохновлялся какими-то моментами политических. Хорошо. Сделай небольшую паузу. Концертный зал. Продолжается программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна ФМ». Сегодня у нас в гостях группа «Султан Ураган». Что здесь происходит? Это неимоверно. Жалко, что вы не можете здесь присутствовать, друзья, но здорово, что вы хотя бы это видите и слушаете. Мне вот интересно, будет ли на песню «Жги, Ксюша, клип» с участием Ксении Собчак. Ну, мы можем предложить ей, да, вот предлагаем. Ксения Дорогая, мы приглашаем вас сняться в клипе. У нас, ну, просто, вы знаете, эта песня прошла спонтанно, она у нас не в графике, поэтому... Песня на злобу дня. На злобу дня, да. Ну, тем не менее, мы ее сейчас спели. Ее просто нигде не существовало, мы ее тут взяли и спели. Опять у нас день премьера. День премьера, вечер премьер, точнее. Вот оно. Надеюсь, людям песню понравится. Ну, как песня, без политики. Следующая песня, мы просто знаем, что она по времени достаточно продолжительная, даже около пяти минут. Это новая песня? Это, да, сейчас еще одна премьера песни. Песня называется «Едем в соседние село». Рома! Слушайте. Праздник! Та самая. Ну, знаете, давайте просто... Песня у нас, финальная, да? Да вы что? Как? Все? Нет! Нет! Ни за что! Ну, готовы здесь остаться до утра. Есть что-то есть? Найдем! Вы знаете... Как, кстати, она появилась? Вот как появился у вас тандем с Муратом Тхагалеговым? Я написал песню. Я когда ее писал, я слышал Мурата исполнивать. Ну, вообще в творчестве, если ты слышишь, чувствуешь, от этого нельзя отказываться. Я сразу позвонил Мурата, он приехал на студию, я говорю, заходи, он зашел, он песню еще не слышал. Здесь я напевал, он записал голос. Записал дискотеку, и уехал, все. Вот его участие было вот это участие, а потом уже долгая работа пошла, потому что я дорабатывал куплеты, дорабатывал меня, он переделывал реаджировку. Ну, так я помучал себя, других музыкантов, но в конце концов родился продукт, который понравился. Ну, какой замечательный клип еще, надо сказать. Кто снимал? Это целое такое прям произведение. One Light Studio, это такие замечательные ребята. Они, в принципе, взяли на себя всю эту нагрузку организационную, потому что клип снимался долго. Это многое перемещение. Маленький фильм целый. В павильон заходишь, да, это просто. Ты снял за день и разбежался. А там все-таки много поездок. Это Таманский полуостров, это Атамань, это горы, это природа российская, это природа кавказская. Песня о дружбе, да, и вот поиски актеров, поиски людей. Были сложности с погодой. Очень красивая Диана там. С артистами, потому что там и «Черные глаза» Айды Мермугу, и другие звезды, там ребята участвуют. Артисты все какие-то, не просто люди, а люди достаточно яркие. Хочется послушать ее. А я очень хочу сказать, Рома, ты же молчишь, а я хочу признаться, я хочу рассказать Султану, что вот Роман, наверное, возглавляет фан-клуб в нашем коллективе имени себя. И когда-то, много Мерму лет тому назад, именно он первый отыскал на просторах интернета этот самый клип на дискотеку. Слушайте деревню. А он показал мне, да, и сказал, вот это вещи. Это правда, это правда. Мы все вместе официально вступаем в эту группу. Спасибо, Султанчик. Мы ждем эту песню все миллионы поклонников этого произведения. Дорогие миллионы, премьера песни едем на дискотеку. Танцуют все, даже ведущие. Я же не отстану. А пароход тихим ходом-ходом, а мы едем в соседнее село на охоту. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Весна, весна, на улице опять весна. А пацанам соседским, как и в них, не до сна. Коты, коты орали за окном. Скоты рвали на косты, не точно, где же ты, где же ты? Она, она, она меня с ума свела. Она, она, покоя, волю забрала. И почему так сладостно в поле? Позабыл я себе путь и потерял порой. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Бой по делу не способен, не знал я, что. Бить я такой не приспособлен, да уж, таким так я не дать племию ноги. Но сами ноги к ней меня силком ведут. На дискотеку сами-сами в пляж идут. Меня опутала без одежды в пуман. Вот она пришла, ибо, а какая я моя. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. А до деревни только далеко. Туда добраться будет нелегко. Сначала переехать все мосты. И как-нибудь объехать все мосты. А я не знаю, ждешь меня, ждешь ты. Пускай все начнут бороться одной ухоты. Я полезный, я нару тебе цветы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Браво! Султан Ураган. Друзья, группа Султан Ураган. Спасибо огромное, друзья. У нас 30 секунд остается до финала программы. Мы хотим признаться в любви. Мы хотим сказать искренне, что ждем наших новых встреч, ждем новых клипов, новых песен. Спасибо за этот драйв, за эту искренность, за эту мощь какую-то. Мы очень рады, что ты все-таки стал музыкантом, а не остался чиновником. Ты талантище. Ты человек, который действительно занимается тем, чем должен заниматься. Спасибо тебе огромное. И ждем осенью пластинку. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok